Во вторник, 31 марта, в силу Ломяя состоится сессия городского собрания. Собрание пройдет в онлайн режиме в электронном формате. По словам председателя городского собрания Елены Коршуновой, уже было проведено успешное тестирование системы. Чиновники и депутаты готовы к собранию в новом формате. С 25 числа и 27 особенно ужесточились те требования, которые предъявлены к любым публичным мероприятиям. Могу сказать только одно, что это собрание будет электронным. Оно будет организовано путем так называемого видео встречи, видеоконференции. Сегодня мы провели тестирование со всеми представителями городского собрания, а также городского управления. Был наш референт на месте, был городской секретарь на месте, были докладчики на месте. Мы попробовали, в принципе, как это делается, в каком случае и в каком формате мы будем это проводить. Кто будет проводить материалы, как их определять. Готовность наших коллег, непосредственно членов городского собрания, подобного рода, платформе, смотрели видео, смотрели аудио. В принципе, мне кажется, это было очень полезно. Будем проводить это в виде видеоконференции, используя платформу Zoom, которая также акцептирована нашим министерством финансов. В повестке дня сессии городского собрания будет рассмотрено 4 вопроса. Во-первых, вопрос, который мы отложили, мы в середине марта уже собирались с городским собранием, и тогда вопрос проектирования школы Ивана Алина был перенесен на 31 число, то бишь на вторник, этот вторник этого месяца. Таким образом, у нас в марте два заседания городского собрания. Чрезвычайное положение делает свои коррективы, но временные ограничения в любом случае заставляют нас проводить это заседание. Некоторые самоуправления вообще отказались от проведения городских собраний, властных собраний, но мы вынуждены это сделать, потому что для нас очень важно все-таки выдержать сроки, в том числе сроки проведения госпоставок, поскольку это европейские деньги. Итак, возвращаясь, первый вопрос, это отложенный вопрос проектирования школы Ивана Алина, и те задачи, которые даны были городскому управлению и комиссии городского управления, для проведения еще дополнительных переговоров по поводу уменьшения цены. Такие переговоры были проведены. Проект представлен, городского собрания будет это обсуждать. Необходимо в данной ситуации выразить свое мнение. Рутинные вопросы, это связанные с правом личного, или так называемого, пользования. Мы сейчас говорим о компании ВКГ и возможности проведения кабеля в тех или иных кадастровых наших единицах. И вопрос, в том числе, порядок выплаты попечительского пособия людям, которые воспитывают детей инвалидом. Это связано с тем, что ранее не была возможность использовать остаток, теперь такого остатка нет, но в то же время повышается сумма непосредственно вот этого пособия с 25 до 50 евро. Таким образом, мы уточняем свое положение и исходим из существующих реалиев. Так что, Сергей, вот эти вопросы, все информативные вопросы, все вопросы, которые требуют непосредственного личного обсуждения, высказывания мнений, принесены на апрель месяц. Так что будем работать в течение этого месяца достаточно плотно в электронном виде. Следите за последними новостями на сайте Молодой ЕЕ.